Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Похоже, вы также любите достижения, как и я, раз открыли этот видосик. В Shadowlands я уже делал подобного формата видео, рассказывал про достижения возвращения из-за грани, рассказывал, сколько времени на это тратится, какие нюансы имеют с различными достижениями и как можно что-либо ускорить, как можно изловчиться немножко в плане выполнения какого-то достижения. Тут, думаю, сделаем абсолютно так же. Имеется у нас новое достижение Dragonflight, которое нужно сделать до окончания дополнения. Находится на во вкладке особый контент и называется пробудившийся мир. Мне осталось сделать чуть-чуть, а именно daily, которые там в таверне эпоха или как они правильно называются. Абсолютно во всем расскажу, скажу, сколько времени тратим, ну и все нюансы тоже расскажу. Первые четыре достижения ПВЕшные. Нам нужно пройти три рейда и закрыть абсолютно все подземелья. Рейды. Хранилище воплощений. Аберий. Затененная горнила. Амердрасил. Надежда сна. Также нужно посетить абсолютно все эпохальные подземелья дополнения Dragonflight. Рейды можно закрыть абсолютно в любом режиме. Мифик. Героик. Нормал. ЛФР. Как хотите. Где удобнее. С кем приятнее. С рандоммилия. С каким-то, быть может, статиком, если у вас такое имеется. Если рассмотреть обахальные подземелья Dragonflight, то вот они восемь. Академия Мелогитар, Лащина, все-все-все драгонфлайтовские данжи. Следующее достижение Хранитель Мудрости Драконьих Островов. Хранитель Мудрости самый обычный. Достижения такого формата уже давно введены в игру. Нам нужно сделать абсолютно все основные квестлайны, а также нам нужно сделать абсолютно все дополнительные квестлайны. Собственно, имеются разные точки их взятия. Если мы откроем вовхед и введем достижение, скитаясь по, то в комментариях мы найдем какие-то стартовые координаты для той или иной цепочки. Некоторые цепочки также нужно еще сделать для того, чтобы получить доступ ко всяким там маунтам или секретным штучкам. Поэтому, само собой, делать это нужно. 29 ноября стартануло дополнение Драгонфлайт, а уже 4 декабря у меня полностью было сделано достижение Хранитель Мудрости. Поэтому делается это очень быстро. Следующее достижение, которое мы рассмотрим — Союзник Драконьих Островов. С целью его выполнения мы должны сделать 6 разных квестлайнов, которые привязаны к прокачке известности у основных фракций Драконьих Островов. Для выполнения пункта, что скрывают Титаны, потребуется 13-й Реном с Драконьей Экспедицией, для выполнения критерия в Золах Титанов потребуется 24-й уровень экспедиции, далее Сад Секретов потребует 19-й с Союзом Вальдракена, 19-й Реном также потребуется и для Дремлющей, но для этого мы заранее должны сделать Сад Секретов. Долг Вождя потребует 11-й уровень у Искары, а важная цель потребует 12-й уровень Реном у Вальдракена. Но мы все равно должны выкачать абсолютно все Реномы, потому что там дальше еще будет связанная с ними ачива. Драконы одного полета. А вот и она. Мы должны выкачать абсолютно всю репутацию в дополнение Dragonflight. И Драконья Экспедиция, и Секретные Фурболги. У меня многие видосики имеются на Ютубе касательно прокачки различных фракций. Также в четвертом сезоне будут различные бонусы, которые направлены на увеличение получаемой репутации. Также в Запретном Крае можно взять Бавчик на целый день, который даст нам на 10% больше репутации с какой-либо выбранной фракцией. Также есть Ярмарка на Валуне. Также мы можем играть на Хумане, на Человеке. То есть можно быстро-быстро в целом выкачать репутацию и затратить меньше времени. Следующее достижение, которое единственное у меня не сделано, оно не засчиталось, это Драконьи Задания. Мы должны делать различные кресты, которые разбросаны по Драгонфлайту. Собственно, безграничная щедрость, которая у меня единственное не сделано достижение. Нужно сделать 8 различных дейликов. Сегодня сделаю 7-й, завтра сделаю 8-й. Наконец-то сделаю достижение. Надеюсь, они не будут повторяться ни сегодня, ни завтра. Достижение Синий Рассвет. Оно было актуально для тех, у кого имеется посох легендарный, потому что после завершения всего этого квестлайна мы получаем маунта, облик Терисгосы, который могут юзать только те, у кого имеется посох в сумке. Квесты эти направят нас в лазурный простор, и мы тут должны будем скакать по разным зонам. На ДК у меня это не сделано, но сделано на Жреце. На Жреце, потому что посох имеется. Думаю, почему бы и нет? И вот он так отмечен. Собственно, идем, стартуем и делаем. Начальный квест, по-моему, вообще будет в башенке, насколько я правильно помню. Критерии умения слушать. Мы должны сделать цепочку заданий Туманный дол, которая является частью достижения, скитаясь по Тальдразусу. Цепочка начинается в городе Вальдракен с квеста под названием Хаос и Сумятица. Квест выдает капитан Драйн по координатам 56-40. На самом верху престола аспектов, ну то есть в башенке. И после этого появится возможность начать цепочку возвращения мятежников. Нужно ее пройти. Первый квест цепочки будет называться «Причина без бунтаря». Выдает его тот же самый капитан Драйн. Финальный квест цепочки «Примирение с мятежниками». За его выполнение вы получите достижение и звание «Примиритель». Такой вот комментарий на вовхеде. Капитан Драйн находится на самой верхушке башни, как и было рассказано, рядом со всеми аспектами. Следующий пункт называется «Стражи Тира». Либо стартовый квест мы берем в городе, либо просто-напросто берем во всем вот этом вот алтаре внутри. Тут будет развиваться квестлайн. Мы будем бегать за Тира в особом сценарии. В целом-то квестлайн кайфовый. Также в награду мы еще получим накидку довольно-таки красивую. И многие, быть может, вспомнят, поностальгируют касательно ее модельки. Да-да. Перекрашенная герба накидка светоносного. Быстрый в целом квестлайн. Делается за считанные часы. «Стражи Тира» реально быстрый пункт. Новое начало. Фонтан Вальдракена предназначен не только для того, чтобы нарезать вокруг него круги. Можно еще и квесты брать полезные. Тут будет стоять Тоу Ренша, и именно у нее стартует квестлайн, который подведет нас к выполнению достижения «Новое начало». По стопам Тира 100% должно быть сделано у тех людей, кто играл в первом сезоне. Потому что именно за эти квестлайны мы получали Искры Искусности. Те самые, с помощью которых мы крафтили шмотки в первом сезоне. Крафтовые эпики. Но если же у вас не сделан этот квестлайн, если у вас нет этого достижения, то начало, по-моему, на все эти Искры Искусности идет именно вот здесь. Прилетаем к алтарю, летаем на вертолетике и делаем квесты. Много-много квестов. Следующее достижение, которое мы рассмотрим, это первопроходец «Драконьих островов». Нужно не так много сделать по факту. Первые четыре пункта из этого достижения нужны также для хранителя мудрости. Поэтому, само собой, будет попроще просто-напросто делать первопроходца. У глинилториона мы должны сделать абсолютно все квестлайны, которые находятся у нас в пещере Заралек. Далее, если мы рассмотрим «Драконьи острова», мы просто-напросто должны все исследовать. А это максимально просто. Драконы очень быстрые. И исследовать абсолютно все локации очень легко. Также исследовать абсолютно всю пещеру Заралек. И исследовать полностью «Изумрудный сон». Таким образом, мы должны сделать квестлайны и исследование локаций. В награду мы получим «Полеты на Драконьих островах». Подразумевается то, что мы можем летать на обычных маунтах. Достижения по всем островам комплексные, объемные и требуют большого количества времени. Но я уверен, у вас все получится быстро сделать. Рассмотрим его. Начнем с самого первого «Помощь с пробуждением». В ходе этого достижения мы должны крутиться в берегах пробуждения. Что нам для этого нужно? Альбом с легендами. Мы должны нафоткать абсолютно всех легендарных существ, которые периодически прокуют во время выполнения локалок, где мы плаваем на плотике. То есть, имеются у нас различные локальные задания, связанные с драконией экспедицией. И порой где-то нам нужно просто-напросто плавать и фоткать. А где на текущий момент такое задание? Вот, нашел прогулка Рурика. Юзаем лодку, плаваем, фоткаем. И если у нас изучен талант «Счастливый камень», то нам будут прокатить легендарные мопцы, которых мы можем сфоткать. Изобилие отличных снимков. Еще одно достижение, связанное с лодочкой. Сфоткаем животных, делаем 100 отличных снимков и лутаем достижения. Я вот сделал еще в конце декабря. Ведущий скалолаз. Еще одно достижение, которое связано с локальными заданиями от драконей экспедиции. А именно локалки по скалолазанью. Мы также можем изучить талантики, чтобы нам было попроще карабкаться, например. И если откроем карту, вот, например, локалочка на скалолазанье. Дает голду, что довольно-таки приятно. Под сороками еще больше, с вармодом еще больше. 10 локалок сделать не проблема. Также во время этих локалок на скалолазанье не стоит забывать о сборе ящиков. Потому что достижение, как они сюда попали, требует сбор 10 ящиков с припасами. Припасы нам реально потребуются, потому что достижение готов к любой экспедиции, требует полную прокачку набора припасов экспедиции. Мы должны выкачать абсолютно все таланты. Талантики будут помогать нам при скалолазанье и при фотографировании мопчиков. Драконья экспедиция – высочайшие вершины. Нам нужно установить 10 флагов. Всего их 27. Это те самые флажочки, которые мы юзаем с целью получения репутации с драконьей экспедиции. Также нам нужно для того, чтобы вообще видеть эти флажочки, прокачать талант. Именно флаг картографа. Таким образом мы будем видеть эти флаги, можем их юзать. И всего их нужно поюзать 10. А на драконьях островах их около 25. Поэтому достижение довольно-таки легкое. Искатель приключений и сокровища достижения такого формата будут абсолютно во всех локациях. В Искателе приключениями должны убивать рарников, а в сокровищах мы где-то должны изловчиться, где-то надеяться на рандом. К примеру, с целью того, чтобы лутануть Друзу Рубинов, мы должны нарандомить, и нам должен выпасть мини-квест, который направит нас к этой Друзе. С целью того, чтобы вообще лутать все эти Друзы, мы должны купить лопаточки. И после покупки лопаток мы можем копать почву, можем там собирать сумочки. И таким образом мы имеем некоторый шанс получения Друзы и других всяких интересных сокровищ. Если речь идет о Друзе Оникса, то просто-напросто на Друзе Оникса бумажка покупается у Интенданта. Мы ее покупаем и летим в Псидиановую цитадель. Там в пещере будет эта Друза Оникса. Выгодно это, конечно, делать на ювелире, по той причине то, что мы еще и рецепт получим на дракончика, а с дракончиками есть еще связанное достижение. Но это другая опера, и для пробудившегося мира рецепт на этих дракончиков не нужен, но нужен для другого достижения. Просто если вы ачивхантер, то вот вам мой совет. Делайте это на ювелире. Таким образом, вам не придется, как мне, сначала все собирать на Рыцаре Смерти без ювелирки, а потом на другом персонаже с ювелиркой ради рецептов. Закончили с Берегами Пробуждения. Теперь равнины Анары. Достижения в компании кентавров потребуют от нас нереальных навыков охоты. А именно, мастер охоты, достижения. Мы должны поохотиться в разных точках. Охота прокает каждые два часа в разные точки. Просто-напросто следим и делаем тот пункт, который нам нужен. Каждая охота представляет из себя шесть этапов. И в достижении охотник-путешественник мы должны завершить сто этапов. В целом, пока мы будем делать мастер охоты, это все сделается. Даже раньше, если чекать даты. Лучший в своем деле. Мы должны убить 30 боссов, которые выходят в последнем этапе. Достижение максимально простое. Недовольный охотник. Мы должны найти мопца, который появляется во время каждой охоты. Собственно, достижение в целом-то сочетается с достижением мастера охоты. Поэтому комбинируем. Тетрахромантия достижения, которые требуют пролудки абсолютно всех цветов раскраски для наших животных. Просто-напросто делаем охоту и надеемся на то, что нам все выпадет. Умница Бакар. В ходе этого достижения мы должны погладить разных пёселей. И некоторые патрулируют, некоторые стоят на одном месте. А, к примеру, собачка с именем Эллам, она находится здесь. Только в тот момент, когда лагерь, который перемещается каждые три дня, находится сверху. То есть сейчас он находится здесь. Следующие три дня он будет в другой точке. Следующие три дня еще в другой точке. Таким образом, следующий спаун Эллам будет только через шесть дней, через недельку. Успевайте. Гладьте ее и получите достижение. Лазурный простор — это следующая локация. И связанное достижение войска сытых. Ты еще раз говорил, варите, пожалуйста, суп. Мало того, что лутаем достижения, суп-мейстер, а также надо было доесть, мы еще и получаем мешочек алхимических приправ, который не так много стоит на аукционе, но все же ценность имеет. Достижение суп-мейстер. Мы должны сто поручений сделать для большого кинуука. Легко и быстро это все делается. Надо было доесть. В тот момент, когда мы делаем легендарный суп, выходит моб. Убив его, мы получаем достижение. Тайные рыбные места. Мы должны иметь пятый, десятый и пятнадцатый реноун, с целью того, чтобы открыть абсолютно все вот эти новые точки для рыбалки. Также нам потребуется хотя бы навык 50, с целью того, чтобы нам все это было доступно. 50 навык рыбной ловли для драгонфлайта, конечно же. В ходе этого достижения вы должны сделать начальную себе экипировку для того, чтобы начать рыбачить. У меня уже все сделано, поэтому ничего не могу показать. Но комментарий на выходе точно есть. Там еще и видосик приложенный. Поэтому обязательно гляньте. В целом-то достижение легкое. Забирая у природы. Нас немножко учат пассивной рыбалке. А именно, после выполнения дейликов в определенной зоне, где имеется на текущий момент рыбное место, мы открываем себе сеть. Поставив сеть, нам будет засчитан прогресс в этом достижении. Насколько я правильно помню, именно так это и делается. На текущий момент рыбное место находится на берегах пробуждения. Прилетаем, делаем немножко дейликов. Таким образом открываем к установке сеть, ставим сеть и кайфуем. Главное, не забудьте потом через определенное время забрать рыбку. Нам понадобится гарпун побольше. Для этого достижения потребуется искарский гарпун, который мы крафтим у мопца как начальное снаряжение. Суть достижения в том, что на этих рыбных местах имеются точки, где, используя зловещие раковины, можно призвать громадных рыб-гигантов. Подтягиваем их гарпуном и получаем прогресс в достижении. Есть еще достижение на 100 громадных рыб. Повезло то, что нужно всего лишь 25. Помощник простора. Тут все абсолютно написано. Мы должны сделать дополнительные задания в лагере Антонидаса, Искаре, а также на берегу трех водопадов. Делаем все эти квестики и получаем достижения. Сделал я это на второй день. Окей. Драконовский клуб. Следующее достижение, которое нам нужно сделать. Давайте рассматривать его. Я не понимаю, почему сюда закинули достижения, которые делаются вообще на берегах пробуждения. А именно, осаду драконий погибели, как минимум. Окей, ладно. Что нам нужно сделать? Осаду драконий погибели. Дом, милый дом. Нам нужно просто-напросто завершить этот сценарий. Прокает он каждые два часа, сколько я правильно помню. И прокает по нечетным часам, если смотреть на московское время. Просчитывайте свой регион, свой часовой пояс и думайте, когда это прокнет у вас. Далее. Вкусное нападение. Нам нужно говядину накормить 20 раз. Говядина это лягушка, моб, который в первом этапе движется с тележкой. Лутаем рядом всякую живность и скармливаем. Не обязательно 20 раз скармливать за один раз. То есть, можно хоть по одному разику в течение 20 сценариев. Чем больше вы накормите, конечно, тем быстрее сделаете достижение. Но как-то слишком сильно торопиться вообще не стоит. Просто по чуть-чуть кормим эту лягушку. Далее. Записи на камне. Нам нужно найти просто-напросто 3 предмета, которые разбросаны по этой зоне. Координаты имеются на вовхеде. Поэтому просто-напросто берем координаты, летаем и тыкаем по этим скрижалям. С тем угодить. В ходе этого достижения мы должны провзаимодействовать с мобами, которые находятся в обсидиановой цитадели. Мы лутаем ключики, которые нам нужны для прокачки репутации. А получается так, что можно ключики сдавать разным мобам. И тут мы должны произвольно действовать с разными 4 мобами. Обсидиановый мастер ключей. В ходе этого достижения мы должны сдать 30 ключиков разным мобам. Вообще без разницы кому. Поэтому можно скомбинировать и сделать, всем угодить. А также обсидиановый мастер ключей. А также мы все равно должны прокачивать репутацию. Поэтому мы 100% сдадим эти 30 ключиков. Даже не стоит об этом думать. Обсидиановый защитник. В тот момент, когда мы сдаем ключи, и когда накапливается 10 сданных ключей у колевого мобца, стартует ивент. Сделав эти ивенты, мы получаем достижения. 4 моба, 4 ивента. Как воспитать дракона. Детсадовские гонки, чешуйчатые дети. Связаны друг с другом достижения, которые направлены на детский садик драконят. Как раз нахожусь рядом с ним. Если мы внимательно прочекаем достижения, как воспитать дракона, то мы, к примеру, увидим достижения под названием беглянка рушиона. Если мы посмотрим на драконят, которых нам нужно вырастить, тут есть рушиона. А если мы еще внимательнее посмотрим и глянем на гоночки, то мы также увидим задание беглянка рушиона. Поэтому просто-напросто делаем кучу-кучу дейликов, которые по-хорошему не должны повторяться. И чем меньше повторов мы увидим, тем быстрее мы сделаем все эти три достижения. Время исчерпано. Куча достижений, которые связаны с порталами времени. Портал времени — это ивент, который находится в центре Тальдразуса. Стартуют раз в час. Тут имеются разные торговцы, кучу маунтов, питомцев. Исследователь порталов — просто-напросто завершить портал времени. Максимально легкое достижение. Далее. Мастер хронограда. Нужно завершить разные порталы времени. Разновидностей 7 штук. Все по хронологическому порядку. Нужно выполнить 100 задач с Ари Дорме, проходя порталы времени. Мы при старте этого события наполняем полоску сверху. 7500 можно всего набрать. И за каждое поручение, которое нам справа дают, мы делаем прогресс в этой полоске. Все игроки, участвующие в этом слое в ивенте, делают заполнение полоски. Поэтому делаем задачи, заполняем полосочку. И таким образом закрываем постепенно достижение. Также коллапсированная реальность требует полное заполнение полоски. Вам 100% потребуется искать какую-то заранее собранную группу. То, что мне кажется, на мертвых серверах — это событие мертво. Соло вы 7500 никогда не наберете. Далее. Затерявшийся во времени зверинец. Нам нужно получить разных питомцев из альтернативных реальностей в порталах времени. Что для этого нужно сделать? Можно купить их на аукционе, а можно купить у вендоров за валюту. К примеру, вот он, Тихий Ужас. И тут нам тоже нужен Тихий Ужас. А, быть может, можно просто кого-то попросить, и вам трейданут всех этих питомцев. Почему бы и нет? Оружие к бою. Периодически с мобов падает разное оружие. Берем его, юзаем и завершаем достижение. Тем белочкам, которыми я был. Нам нужно ответить на просьбу с Аридормия, погладить пушистый мех, обретенный нами в порталах времени. В тот момент, когда мы уничтожаем мобов, мы можем вроде бы брать различные усиления. И есть усиления, связанные с мехом. Взяв этот мех, мы разговариваем с Аридормия, и происходит забавный диалог. Таким образом, получаем достижение. Рассвет бесконечности, прохождение подземелья. Нижняя часть и верхняя часть. Борьба за будущее — это ивент, который стартует на вневременном перекрестке. Периодически можно увидеть эпическую локалку. И в тот момент, когда стартует это эпическое локальное задание, мы можем войти внутрь портала и таким образом завершить событие. В ходе этого события нам нужно убить трех разных мобов, которые на ДК у меня даже не убиты, а убиты на войне. Получается слакер. Окей. Входим внутрь портала во время эпической локалочки. Завершаем полностью события, закрываем четыре активных портала стихий. И таким образом, в конце выходит мобчик. Убив разных мобов, мы получаем достижение под названием «Борьба за будущее». Вот он, портал. Заходим в него. И когда все это прокнет, тогда и появится счетчик порталов. И карта преобразится. Достижения в сердце буря. Нам просто-напросто нужно много сделать разных достижений в тех точках, где происходит стихийная буря. Увидеть их можно на карте периодически. Аддончик мне вот показывает то, что в равнинах Анары в текущий момент есть ледяная буря. Но обо всем по порядку. Для того, чтобы выполнить достижения в погоне за бурей, нам нужно закрыть абсолютно все четыре локации. И в этих четырех локациях мы можем увидеть разные четыре бури, четыре стихии. Собственно, четыре на четыре, шестнадцать. И в этих разных шестнадцати точках, стихийных, мы должны убивать по двести мобов. Таким образом, суммарно мы должны убить три двести мобов. Но суть-то в том, что может повторно все прокать. Могут прокать те локации, которые у вас уже закрыты. Поэтому внимательно следите за таймерами. Таймер есть на главной странице вовхеда. И закрывайте то, что вам нужно. Также в тот момент, когда мы защищаем эти события, периодически прокают равники. С них еще можно рецепт, по-моему, получить, аркан стихий. Все знают ценность этого рецепта. Шанс, конечно, мал, но вдруг вам повезет. В ходе выполнения достижения бурной реакции, мы должны убить восемь редких существ. Далее, стихийная перегрузка. Мы должны собрать пять тысяч энергии стихий. Энергия стихий — это валюта, которая в большом количестве падает в запретном крае. Поэтому можно вылутать оттуда. Почему бы и нет. Как гром среди подиума. Мы должны полностью пролутать сет, связанный с энергией стихий. Даже можно, наверное, найти его в коллекциях. Да, вот и он. Яростная буря. Если у нас его нет, мы идем к мопцу, к вендору, и просто-напросто все закупаем. Абсолютно все-все-все предметы. Они дешевые. Исследования должны продолжаться. В ходе этого достижения нам нужно убить последнего мопца, который находится в событии исследователей под огнем. События прокает в пещере Зар-Олег в центре. И выполнив его, в конце выходит моп. Шотаем моба, получаем достижение. Почему она у меня получена так поздно? Вопросики. Сквозь пепел и пламя. Тоже какое-то позднее достижение. Что нам нужно сделать? Выполнить задание. Лагерь насыщения. А, это тот самый. Получается, меняется зона периодически. Феррак прилетает либо в лазурный простор, вот сюда, на лед Феррака, тут квестики стартовые всякие интересные, или равнины Анары. Вот сюда, вот правый нижний угол. Делаем квестлайн небольшой. И получаем это достижение. Тоже как-то поздновато сделано с сентября 23-го. Я вообще правильно подумал, это тот квестлайн? Надеюсь, что я вам правильные мысли говорю. Укротитель снов. В каждой зоне, каждую неделю, прокает периодически сон. В результате этого сна мы лутаем бафы, которые обновляются каждые полчаса. И какое событие без квестов? В этом событии тоже имеются квесты, и имеется свой интендант. В ходе достижения мы должны сделать задание под названием Укращение прилива снов. Вот оно. И в ходе этого квеста нам нужно собрать 100 пыли. Собрать именно со взятым квестом. Если у вас заранее имеется эта пыль, то квест вы завершить не сможете. Для того, чтобы эту пыль собирать, нужно либо уничтожать мобов, либо собирать зеленые шарики, которые разбросаны по локации. Походу их уже пролутали. А нет, смотри-ка, вот он имеется один. Пролетев через шарик, мы получаем определенное количество пыли. От одной до пяти. Следующее достижение, которое мы рассмотрим, от края до края. Заранее дам небольшой лайфхак. Если у вас прокачена дракония экспедиция, на карте можно найти древние путевые врата, и с помощью них можно просто-напросто тэпнуться в запретный край. Таким образом, вам не нужно будет перелетать вот это огромное расстояние. От края до края делается в запретном крае. Исследование запретного края. Край, край, окей. Исследуем абсолютно все локации. Делается быстрое достижение. Далее сокровище запретного края. Для того, чтобы его абсолютно вылутать, нам поможет особый предмет, который будет подсвечивать все эти маленькие сундучки. Покупается он у мопца, который привязан к драконии экспедиции. Спрашиваем, какие у нее есть товары. И вот он, свиток зоркости. Свиток зоркости будет подсвечивать нам маленькие сундучки, которые нужны для достижения. Коллекционер запретного края. Тоже достижение, связанное с сокровищами. Нам просто-напросто нужно лутануть 100 маленьких сундучков. Летаем, лутаем и наслаждаемся игровым процессом. Для достижения покорителей запретного края нам нужно убить абсолютно всех редких существ. Даже тех, которые призываются по профессии. Я уверен, сейчас запретный край хорошая локация в плане количества людей. Поэтому рарников будут призывать периодически. Тусите в локации и какой-нибудь аддон вам точно будет накидывать анонсы о том, что рарник заспавлен. Летите к нему, шотайте. Также имеется ультра-редкий рарник под названием специалист по добыче. Летаем по локации и, быть может, где-то он будет проспавлен. Он небольшое количество времени будет находиться на карте. Поэтому просто-напросто нужно успеть. Пожалуй, это единственный рарник, с которым у вас вообще могут быть проблемы. Запретная добыча. В ходе этого достижения вы должны открыть 10 запретных тайников. И если мы откроем карту, то вот он под замочком. Периодически прокают. Подходим, лутаем. Да, там будет куча мобов. Но наш гир очень высок. Поэтому шотнуть мобов, которые находятся рядом, не будет для нас проблемой. Библиотека запретного края. Для того, чтобы пролутать абсолютно все эти книжечки, мы должны как посещать скерские хранилища и открывать ключами двери, так и нужно пролететь абсолютно весь запретный край и вылутать абсолютно все книжки, координаты которых расписаны на вовхеде. Далее, любитель свитков. 50 запечатанных свитков. С помощью них мы должны найти сокровища. У моба с именем Краксус мы можем купить лазурный кристалл прорицателя, который повысит наши шансы на получение запечатанного свитка. И именно с помощью этого запечатанного свитка, который мы вылутаем с мобов, мы можем открыть тайный сундук, тайное сокровище, которое будет помечено крестом на карте. Поэтому особо крестов не настакиваем на карте. И как только прожали пару этих свитков, сразу летим и открываем то, что там имеется по этим красным крестикам. Можно, конечно, просто мобов аннигилировать, а можно сэкономить свое время и потравить энергию стихий на увеличение шанса дропа свитков. Напряженная атмосфера. Периодически в запретном крае прокает события в самом центре. И в центре появляются разные стихии. Воздух, земля, огонь, вода. Будет еще такой черепок. Келяя этот черепок, келяем обоих рядом, мы будем лутать еще там синие капельки для маунта, а также будем завершать постепенно это достижение. Четыре разные стихии. по факту много времени на это не должно уйти. Достижения связанные со скерскими хранилищами. Берем ключики, дропаем их сарарников, покупаем за припасы, заходим, открываем все двери абсолютно, открыв 150, получаем первое достижение. Если в ходе закрытия этих скерских хранилищ мы откроем абсолютно все двери, которые там имеются, то мы получим следующее достижение. Где-то разные преграды, на разных персонажах все по-разному, поэтому внимательно все изучайте, чекайте. Все двери всегда можно открыть. Пока мы спали, достижение, в ходе которого нам нужно полетать по разным точкам и пособирать разные предметы. Легкое, быстрое достижение. Заролек навсегда. Метод достижения, которое связано с пещерой Заролек. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать абсолютно весь квестлайн, сделав достижение углей Нилториона. Искатель приключений в пещере Заролек. Нам нужно убить всего лишь 10 рарников. Их, конечно же, намного больше. Запах денег. В ходе выполнения этого достижения мы должны получить 200 монеток одним персонажем. У меня на ДК имеется 528. Откуда они были получены? Да, они вроде бы отовсюду даются. За центральные события, за какие-то квестики. Я не думаю, что у вас будет проблема с их сбором. вылутаете. Исследование пещеры Заролек. Тут все просто. Исследуем абсолютно полностью эту локацию. В гостях хорошо, в Ламе лучше. 20 ренон максимальная репутация с ламскими нифами потребуется. И 17 мая были получены 200 монеток, 31 мая 20 ренон. Так что точно получите эти монетки заранее. Сокровище пещеры Заролек. Сокровище пещеры Заролек. Нам нужно собрать абсолютно все сокровища. Летаем, лутаем абсолютно все, чекаем все внимательно, изучаем и включаем голову при пролудке сокровищ. Нюхарысканье. Новый ивент, новое событие, которое вообще появилось в Ламе, в пещере Заролек. У нас есть моб Мерит. И поговорив с ним, мы можем начать раскопки. Там разные кнопки есть. И есть одна из кнопок, которая позволяет нам нюхарыскать, то есть искать какое-то сокровище. И выкопав его, мы получим квест-итом, который даст нам еще и репутацию. Поэтому просто-напросто повнимательнее бегаем, делаем не только то, что от нас требуется в ходе выполнения сценария, а также делаем еще и поиск этого сокровища. Камни не летают, непонятно вообще, к чему это достижение привязано именно сюда. Оно делается хоть где, хоть как. Мы можем ходить по мифик плюсам, мы можем лутать эти драконьи камни, и таким образом мы получим кучу драконьих камней. Две тысячи это очень и очень мало. У нас лимит две тысячи, а тут всего нужно две тысячи для закрытия достижения в пещере Заролек. А вот если бы нужно было двадцать тысяч, да, тогда нужно было бы делать видосик, гайд по фарму этих драконьих камней. Очень быстрое достижение, таймгейтом ранее было завершение абсолютно всех квестлайнов. Теперь же вы можете это сделать за один день. Да, нам нужно завершить все квестлайны абсолютно, нам нужно поубивать рарников, нам нужно собрать все сокровища, нам нужно посадить все семена в разные точки, нам нужно исследовать полностью локацию, а также нам нужно сделать полностью цветочный бум, получить эпический сундучок, то есть полностью наполнить полоску, это делается абсолютно все за день, достижение мечтай точно можно сделать за день, реально. Обновление стартануло 8 числа, это сделано 9, это 10, это тоже 10, а тут просто таймгейт в виде квестлайна по старту обновления, да, да, день 2 и вы точно сделаете это достижение. Настоящая гонка, судя по всему, это просто-напросто полеты, абсолютно во всех локациях и сбор символов, да, так оно и есть. Летаем, лутаем и наслаждаемся драгонрайзингом, тут вообще нечего сказать, летаем по разным мопцам, активируем у них гоночки, летаем эти гоночки, также это можно делать в режиме локальных заданий, дополнительно лутать мешочки, а с этих мешочков вы еще и золото получите, таким образом двойная выгода. На этом все, полтора часа записи, а то и даже два было уделено на этот видос, сейчас еще обрабатывать это все буду, короче, весело, очень весело, так вот и делаются видосики подобного жанра, объемное реально достижение, устал пока все это рассказывал, ну, что ж, все для вас, если имеются вопросы, дайте знать об этом в комментариях, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok